Два дня в Дижоне пролетели незаметно. Уезжать совершенно не хочется, я вас понимаю. Но нас ждут Альпы, ведь вы помните, мы собираемся их объехать. Поэтому будем двигаться на юг, в сторону Леона. И пока есть возможность, давайте полюбуемся красотами Бургундии, столицу которой мы так полюбили. Поля, холмы, коралловый песчаник под ними, ведь помните карьер? Идиллия. Но вот что непонятно. Бургундия – это известнейший в мире винный край. Вины, произведенные здесь, одни из самых дорогих во всей Франции. Мы проехали уже не одну сотню километров по этой провинции, но до сих пор не увидели ни одного виноградника. Как такое возможно? С этим стоит разобраться. И вот в чем дело. Французы не просто знатоки вина, они крайне привередливы. Чтобы развить виноградник, им то почва не подойдет, то склон недостаточно наклонный и там не задерживается влага, или наоборот, плоский и воды на нем больше, чем нужно. Поэтому, в отличие от Бордо, из всей Бургундии виноградники находятся лишь на узкой полоске шириной несколько километров и длиной приблизительно в сто. Остальная земля не подходит. Тем более, французы считают климат Бургундии излишне континентальным. То есть для них здесь жарковато летом и холодно зимой. Представляете, французы считают, что зимой в центре их страны холодно. Здесь на лето не бывает. Кстати, Наполеон считал крайним севером Польшу. Смешно, правда? Словом, в Бургундии винограда выращивают мало. Это одна из причин безумных цен на местное вино. Узкая полоска виноградников начинается под Дижоном и заканчивается примерно вот здесь. Это одна из причин безумных цен на местное вино. На третий виноградников растет виноград Пиненуар, то есть черная шишка. На 60 процентах Шардоне, то есть заросший чертополохом. Чуть ниже находится крошечная область Божеле. О ней мы уже говорили. Здесь из винограда Гоме делают молодое вино Божеле Нуво. Я не фанат вина, но посмотреть на виноградники хочется. Давайте заедем. Буквально на секунду. Какой сладкий виноград. Не понимаю, почему при таком сладком винограде у французов получаются сухие вина. Загадки виноделия. Я понятия не имею, как выращивает виноград. Единственное, что очевидно, все очень сложно и заморочено. Не будем больше тратить время. Едем дальше. Уже почти два часа дня и по французской традиции обед пропустить нельзя. Мы как раз проезжаем симпатичную деревушку. Пласс Душато. Вы уж извините меня за французский, но... А что вот из этого? Замок. Как по мне, это лучшее место для походного привала. Странникам нужно питаться. Об этом нельзя забывать. Когда желудок пустой, то мир кажется некрасивым. А этого допускать нельзя. Нет, нет. Не такая история. Французский сыр. Ой, вкусняшка. Обалдеть. Вот мы с вами подкрепились. А это означает самое время оглядеться. Интересно, это для красоты вот такая вещь? Или здесь кто-то должен жить? Непонятно. Деревни-деревни, а ливневочку не забыли. Помните немецкую деревню в начале путешествия? Обратите внимание, насколько французская деревня старше. И это не случайность? Франция когда-то была частью Римской империи, а римляне любили строить. Много строить. Поэтому почти каждой деревне здесь под две тысячи лет. Понятно, с тех пор мало что сохранилось, но тем не менее… К сожалению, у нас нет времени долго рассматривать деревню. Поэтому позвольте я воспользуюсь кадрами из поездки по долине Луары, по которой мы путешествовали несколько лет назад. Как ни мала деревня, в ней будет мэрия. Это не место заседания бездельников-бюрократов. Так устроена реальная система управления во Франции. Множество вопросов решаются на местах жителями местных населенных пунктов. Здесь их называют коммунами. Это пятый уровень административно-территориального деления Франции. Вот эта дама с шарфиком – мэр. Очень любезная. Когда узнала, что мы из Москвы, открыла все, что могла и провела чуть ли не часовую экскурсию. Гости из такого далекого-далека в их французскую глушь еще не заезжали. Какие вопросы решает мэрия? Да много всяких разных. В этой деревне, например, решили не платить за освещение улиц. Ну, а почему бы нет? Во-первых, всем порядочно французам, когда темно, положено быть дома. Во-вторых, у многих есть машины, а у машин есть фары. В-третьих, ну, почти у всех людей есть сотовые телефоны, в которых есть фонарики. Так вот, почему бы их не включить? Вот с этими включенными фонариками по вечерам французы и ходили по деревне. Зато на сэкономленные налоговые деньги можно прекрасно отдохнуть в местном ресторанчике, который даже в деревне обязательно есть. Как и деревня, в которой мы по походному обедали, здесь много старинных домов. Вот этому собору, например, более 800 лет. Уверен, кто-то из вас ужаснется, как можно жить в таких старых домах. Давайте я вам покажу, мы как раз такой и арендовали. На полу плитка, толстая такая, керамическая, причем на всех этажах. Центральная балка и дополнительные. Перекрытие деревянное. По верх балок уложены доски. Дальше стяжка и плитка. Стены каменные, частично оштукатуренные. Кухня и санузел современные. Отопление, конечно, каминное. Обстановка романтическая. Мы остановились в этом доме лишь на неделю, а впечатление получили на всю жизнь. Так что меня совершенно не удивляет, почему во Франции так много старинных домов. В них вполне можно комфортно жить и сегодня. Признаюсь, лично я бы предпочел жить именно в таком доме. А не в современной подделке из прессованного картона в перемешку со стекловатой. Однако, не хочу, чтобы у вас сложилось ощущение, что здесь нет современных построек. Они есть. Есть очень красивые. Но большинство выглядит примерно так. И я крайне удивлен. Дома совсем не по-французски простые. Одноэтажные, с незатейливыми двускатными крышами. По ощущениям, даже проще немецких. Правда, выкрашены не в простецкий белый цвет, а в слегка бежевый. Но хватит терять время, ведь впереди Леон, город в котором точно стоит побывать. Напоминаю, мы путешествуем бесплатными дорогами. А это означает, нам предстоит проехать через очередной городок. Скажу честно, я был просто поражен. На самом въезде стоит хрущевка. Типичная пятиэтажка, так хорошо знакомая не только москвичам. Откуда она здесь, ее что? Из кузьминок переместили? Но, слава богу, дальше все встает на свои места. Речка, птички, небольшие симпатичные домики, пристроенные друг к другу. Спокойная атмосфера, приятный городок. Впрочем, как и все во Франции, как и положено. Но что это? До поля знакомые одноподъездные девятиэтажки. Балконы где-то застеклены, где-то нет. Магазины пристроены к домам. Типичное массовое строительство, которое мы так любим ругать. И посмотрите, таких домов совсем немало. Давайте на мгновение перенесемся на пару дней назад. Угадайте, что это за район? Митино? Мытищи? Нет. Это окраина Мелуза, в котором мы были не так давно. Мы во Франции или где? Как так получилось? Давайте разберемся. Нам придется вернуться на 70 лет назад. Вторая мировая война разрушила многое, но не только дома. Еще и судьбу людей. Многим пришлось переселяться. Потребовалось большое количество недорогого жилья. Так появилась массовая панельная многоэтажная застройка. По крайней мере, в Европе. Чем больше от войны пострадала страна, тем больше в ней построили такого жилья. Это наша общая история. Нравится она вам или нет? Наверное, это не самое красивое строение. Но они решали важные социальные задачи. И еще один важный момент. В каком состоянии находятся дома, зависит от управляющей компании. А как они выглядят, во многом от жильцов. Ну, хватит рассуждений. Нам пора двигаться дальше. На дороге становится заметно больше машин. Впереди виднеются те самые многоэтажки. Мы приближаемся к Леону. Но это совершенно отдельный рассказ. Всего хорошего и до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова